Масштабный рейд в районе Сулакского каньона провели представители МЧС Республики совместно с МВД и администрацией Казбековского района. Наша съемочная группа была свидетелем. Подробности в сюжете по темат Ханаповой. Всего здесь функционируют пять баз отдыха, и только часть из них имеют разрешение на коммерческую деятельность. Другие же обходят закон стороной, нелегально обустраивают причал, владеют катерами и перевозят пассажиров на судни. И делают это абсолютно небезопасно для туристов. В Черкеве более-менее мы навели порядок. Там на самом деле в мечети сказали нельзя, там нет. А вот тут какая-то неуправляемая банда или как назвать. Скажите, пожалуйста, получается, тут еще и спасателей нет? Да нет, какие спасатели могут здесь быть. Посмотрите, какой спасатель может быть на глубине 40 метров. И температура воды какая. При осмотре катеров выяснилось, из средств безопасности тут только спасательные жилеты. И то в недостаточном количестве. Но даже они в случае ЧП не спасут оказавшегося за бортом. Течение реки слишком сильное, а глубина каньона более 40 метров. Специалисты отмечают, что защита здесь нужна намного серьезнее. Министру внутреннее дело мы писали по этому вопросу, обеспечив безопасность хотя бы на месте, вот здесь вот, чтобы какой-то порядок был. Каким-то образом, вот сегодня мы собрались, потому что мы все обеспокоены этим. И вот здесь вот мы должны конкретное решение принять хотя бы, хотя бы в плане того, что как заговорил, пока не будет порядка, вот эти вот самые катера вывести. На этих катерах, поймите, катер рассчитан на 2-3, сажают 5-6 человек, сажают, кто безопасно отвечает. Главная задача таких рейдов – не позакрывать турбазы на Сулаке. Они нужны и важны как для развития туризма, так и предпринимательства. По словам экспертов, эти акции не против бизнеса, а за его безопасность и законность. Мы не знаем, есть ли на этих судах лицензия на перевозку людей или нету, может они вообще не допущены. Ну как, вы же на автомобиль не садитесь, если у вас прав нету, не садитесь. Если автобус везет пассажиров, он же должен иметь лицензию на перевозку этого пассажира, допуска. Не, а почему здесь это можно делать? Ну вот это безобразие, вы сами со мной согласитесь, этого нельзя допускать. Базы стоянки нет, пожалуйста, сделайте базу стоянки. Оформите установленным порядком разрешительные документы на суда, на коммерческую деятельность. И пожалуйста, и занимайтесь. Никто же не говорит, что этого не надо делать, наоборот, говорит, что это надо делать. Но надо делать в рамках закона. Владельцам объектов необходимо работать по правилам, иначе их закроют в судебном порядке. Инспекция вынесла последнее предупреждение. Отметим, что подобные рейды МЧС Дагестана будет проводить регулярно. Патимат Ханнабова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Казбековский район.